Добрый день, дорогие друзья! Очень рад вас приветствовать на этой виртуальной конференции. Я думаю, что все мы сейчас являемся участниками одной большой суперинновации. Так что если завтра узнаете в новостях, что проходит супервиртуальная конференция с огромным количеством участников, знайте, что вы здесь были и вы в ней принимали активное участие. Меня зовут Александр Крошкин, я являюсь инженером компании Impervo. Вы видите мою фотографию, а также видите мой аватар. По совету Павла Ждановича из SoftProm, который открывал эту конференцию, я также добавил свой аватар, чтобы вы могли меня найти на стенде Impervo. Если у вас появятся какие-либо дополнительные вопросы, можете найти меня, а также моих коллег на нашем стенде, который находится в этой секции, которая называется, по-моему, Security с буквой А, а наш стенд под номером 6. О чем я сегодня хотел бы вам рассказать? Я бы хотел сосредоточить свое внимание на безопасности данных. Надеюсь, что вы смогли присоединиться к конференции с самого утра, с самого начала, и прослушали доклад нашего вице-президента компании Impervo, Спенсера Янгер, который обращал внимание, что безопасность данных на сегодняшний день является очень важным элементом. Он говорил о том, что информация, данные, это сегодня дороже, чем нефть. Я бы это назвал следующим образом. Информация сегодня – это самое дорогостоящее звено каждой компании. Просто подумайте, то, что говорит о том, для чего ваша компания является лучше, чем ее конкуренты, что она создает, где находится ее ноу-хау, с кем она сотрудничает, с кем взаимодействует. Все эта информация как раз и является теми, как мы их называем, алмазами, которые и говорят о силе данной компании. Безусловно, данные и информацию необходимо обрабатывать и сохранять в каждой компании соответствующим образом. И если посмотреть, каким образом можно взаимодействовать с данными и каким образом злоумышленники могут получить доступ к данным, на самом деле это можно сделать или из вне компании, и здесь мы видим с левой стороны так называемое outside the threads, или же изнутри компании. То есть здесь мы говорим о так называемых inside the threads или говоря по-русски прекрасным русским словом inside the threads, правда? То есть пользователи-злоумышленники, может быть даже не злоумышленники, а просто кто-то, кто доверился новоопытному Кевину Митнику или еще кому-либо, и осуществляет действия, о которых даже не отдает себе отчета, что они могут быть во вред компании. Кроме сегодняшнего доклада нашего вице-президента Спенсера Янга и моего, на котором мы находимся сейчас, у нас будут еще два доклада завтра, не пропустите их. Мои коллеги Валла Вебер и Саймон Диккерсон будут как раз разговаривать о том, каким образом можно защищать натуральный интерфейс к данным, то есть приложение и микросервис от внешних угроз. Валла Вебер будет как раз разговаривать о среде безопасности веб-приложений, а Саймон Диккерсон сосредоточил свое внимание именно на микросервисах и новом решении, которое есть в имперме, которое носит название RUST, то есть Runtime Application Self-Protection. Я же сосредоточил мое внимание в течение ближайших 15-20 минут, или как нам организатор сказал, может быть даже чуть-чуть побольше, на данных. Спенсер уже упоминал об этом. Impervo создала первую и единственную мультиоблачную платформу для защиты периметра, приложений и данных. И это не пустые слова. Я надеюсь, что мне буквально через несколько минут получится подключиться к демонстрационной системе и наглядно показать вам несколько возможностей применения решений Impervo в области защиты данных. Если говорить о комплексном решении, то, безусловно, мы разделяем решение, которое сегодня предлагает Impervo, на так называемый Edge Security, где у нас есть такие сервисы, как защита перед атаками, типа DDoS, Content Delivery Network. Дальше переходим к среде Application Security, где у нас есть прекрасное решение, которое развиваем уже много-много лет, то есть Web Application Firewall, Runtime Application Self-Protection, о котором я упоминал буквально несколько минут назад. Решение, которое компания Impervo приобрела с внедрением в себя компании DDoS Networks, то есть предыдущее решение в области Bot Protection, а также аналитика. Что касается данных, на чем я хотел бы обратить ваше внимание, эти решения Impervo развивают уже очень много лет, эти решения используются компаниями по всему миру, также в регионе Центральной и Восточной Европы, они используются заказчиками в России, на Украине, в Белоруссии и в других странах. Здесь мы говорим о целой линейке решений, которые невозможно осветить в течение 20 минут. Начинаем мы, конечно, с такого сервиса, который называется DAS, то есть Discovery & Assessment. Этот сервис позволяет нам определить, какие данные, где находятся, каким образом они хранятся и что это за данные. Являются ли это, например, личные данные, которые необходимо соответствующим образом предохранять и осуществлять аудит к их доступу. Натуральным развитием этого решения является решение, которое мы сокращенно называем DAM, то есть Database Activity Monitoring. Это полноценное решение, которое позволяет нам иметь полный, отчет о том, кто каким образом получает доступ к информации и к данным, которые вы храните, и осуществлять соответствующий аудит, а также, если это необходимо, блокировку доступа к данным в режиме реального времени. Мы, безусловно, замечаем современные тенденции и факт того, что облачная инфраструктура и так называемое публичное облако, паблик клауд, такие решения, как AWS, Amazon Web Services находят все большее применение. Также в регионе Центральной и Восточной Европы. И для того, чтобы отвечать требованиям в этой среде, мы недавно представили решение, которое называется Cloud Data Security. Это решение позволяет вам находить все данные и всю информацию, все серверы баз данных, которые вы загружаете и используете в облаке, например, среди AWS, и также получать полный отчет о том, кто и каким образом эту информацию обрабатывает. Стоит обратить также внимание на то, что есть сильный движок аналитики, Data Risk Analytics, который позволяет эту всю информацию объединять, анализировать и идентифицировать их в виде инцидентов, которые, безусловно, намного проще обрабатывать и экономить время тех ресурсов, которые есть в компании, которые как раз и занимаются этим делом, будь то отдел информационной безопасности, отдел приложений или какие-либо другие сотрудники, которые, например, находятся в Security Operations. Я мог бы, безусловно, много разговаривать и рассказывать о решениях и каким образом они работают, но я подумал, что в течение такого короткого времени, наверное, будет лучше, если я вам просто покажу одно или, может быть, даже два таких решения и думаю, что один раз увидеть, наверное, все-таки лучше, чем 10 раз услышать. Поэтому я сейчас постараюсь переключиться к моему веб-браузеру и, надеюсь, вы сейчас видите мой браузер. Я постараюсь подключиться к одной из моих демонстрационных систем. Эта система как раз и является тем движком аналитики, который мы называем Intervert Data Risk Analytics. Я начну с главного экрана. И здесь на главном экране у меня есть три компонента системы. На самом деле их два. Это сервер аналитики и сервер управления, к которому мы сейчас и получили доступ. У нас также есть интеграция с Active Directory для того, чтобы получать всю информацию о пользователях и сотрудниках нашей компании. Обратите внимание, что если посмотреть на объем информации, которая обрабатывается в компании, она довольно-таки большая. То есть если посмотреть на среду баз данных, каждый день в этой среде, обратите внимание, 6 мая, 7 мая, 8 мая, каждый день обрабатывается несколько сотен миллионов событий по доступу к данным в среде баз данных. Это нормально. В корпоративных средах, где сотни серверов баз данных, это абсолютно нормальные значения. Безусловно, прочесывать все эти миллионы событий было бы довольно сложно и трудоемко. Именно для этого существует такая система аналитики, которая называется Impervo Data Risk Analytics. Обратите внимание, что используя весь ноу-хау, который есть в Impervo на протяжении многих лет развития систем по мониторингу и контролю доступа к серверам баз данных, мы все эти события обработали и объединили их в несколько инцидентов. Более того, мы эти инциденты можем объединять по критичности. Обратите внимание, у меня на сегодняшний день есть 8 инцидентов, 2 критические и 6 важных. Безусловно, таким образом работать намного проще, чем просто прочесывать миллионы различных событий и пытаться понять, какие из них важны, какие нет, из чего нужно начинать рабочий день. Давайте посмотрим, какие у нас есть критические события. Их на самом деле два. И эти два события связаны с действиями двух различных сотрудников нашей компании. Мы сразу имеем полную информацию, даже с фотографией нашего сотрудника, которая, безусловно, скачивается с экс-директором. Это Тим Купер, который работает с технической поддержкой, и контрактор Джон, который работает в отделе информационных технологий. Обратите внимание, что Тим в декабре 2019 года, то есть уже какое-то время тому назад, на самом деле осуществил целых 3 инцидента, 3 различных события. Для того, чтобы получить подробную информацию, можно просто щелкнуть на этот инцидент и получить всю информацию. Правда? Кто такой Тим? С какого хеста он подключался? С помощью какого приложения? К каким серверам баз данных он получил доступ? Более того, что очень важно, что он с этими данными делал? Какая манипуляция происходила? Мы также можем получить информацию, почему система решила, что это событие важное. И здесь можно обратиться к дополнительной документации. Но обратите внимание, что Тим запускал различные команды на различных серверах. Здесь эти 3 инцидента. Дальше производят так называемый диггинг. То есть, углубляясь в расследование, обратите внимание, что интерактивный пользователь Тим запустил команду. Команда называется Create Assembly, которая сама по себе подозрительная. Более того, мы никогда не видели, чтобы Тим такую команду запускал ранее. Можно посмотреть также, почему система решила, что это действительно важный элемент, о котором необходимо нас отвести. Ну и далее получаем всю подробную информацию о том, что Тим сделал. Здесь команда. Можно также дополнительно нажать на знак вопроса и получить дополнительную информацию, что это за команда и что с использованием такой команды связано, чем это может грозить, каким образом Тим подключился, с помощью какого пользователя. Даже у нас есть так называемый database query и количество, которое это не допускало. То есть, вся информация, доступная под рукой. Обратите внимание, что информация легко читаемая. То есть, независимо от того, кто к этой информации получает доступ, будь то, например, CISO, будь то администратор системы баз данных, будь то оператор, например, центра безопасности, мне кажется, что каждый поймет, о чем речь и каждый сможет для себя извлечь соответствующие выводы и определить следующие шаги. Можем также обратить внимание на следующий критический инцидент excessive multiple database access. То есть, скорее всего, Джон подключился к системам, к которым он на самом деле обычно не подключается. И если мы посмотрим детали данного инцидента, почему этот инцидент был классифицирован системой как критической, потому что пользователь подключился к большому количеству баз данных, обратите внимание, если мы говорим о типичном рабочем дне и типичном поведении Джона, он обычно работает только с одной базой данных. То есть, скорее всего, это просто админ, который отвечает за эту базу. Что же произошло? Мы видим, что 3 мая Джон подключился к 29 базам. У нас есть полная информация, когда это происходило, с какого хоста, к какой базе, с помощью какого пользователя. У нас даже есть так называемый логан резал, правда? К какой базе данных им удалось подключиться, к каким базам данных нет. То есть, соответственно, вся информация, опять же, под рукой, и мы можем из этого получить соответствующие выводы и, соответственно, запланировать следующие шаги. Если же это является типичным поведением данного пользователя, если он действительно, изменились, например, его полномочия и он занимается, может быть, даже развертыванием или, может быть, даже тестированием решений, у нас здесь закладочка, которая называется Create White List Rule, то есть мы создаем White List, добавляем это событие в White List, и система уже не будет обращать внимание в будущем на такое поведение данного пользователя и будет считать его довольно статистическим. И, пожалуй, последний пример в важных событиях, на которые я хотел обратить внимание. Такой элемент, который используется, если обратить внимание, опять же, наш Джон, которого мы уже хорошо знаем. Что сделал Джон? Джон подключился к базе, которая, скорее всего, он не должен был, наверное, подключаться, используя так называемый сервис экран, правда? То есть замаскировался. Но замаскировался не очень удачно, потому что мы все равно все это отследили, увидели и, безусловно, можем определить, что происходило, и можем даже обратить внимание, смотреть подробно, какое это было подключение, к какому серверу. Обратите внимание, что сервер этот хранит так называемый sensitive application content, то есть наверняка там есть, скорее всего, личные данные, либо какая-либо другая информация, которая должна храниться и доступ, который должен соответствующим образом быть защищен. Это система Impervo Data Risk Analytics, которая является частью нашего решения в области Data Security. Я также упоминал о том, что Impervo предоставляет решения не только для систем, которые вы используете у себя в вашей компании, в ваших центрах данных, то есть как это популярно на сегодняшний день называется on-premise, а также позволяет защищать и контролировать доступ в облаке. Давайте посмотрим, как это может выглядеть, например, в средах в Amazon Web Services. Для этого я подключусь к нашей системе, которая также находится в облаке. У нее целый ряд возможностей и Cloud Data Security, о котором я сегодня хочу вам рассказать, является лишь небольшой частью тех возможностей, которые зашиты в эту систему и в этот интерфейс, которые, безусловно, имеют то преимущество, что с помощью одного интерфейса вы можете управлять целым набором функций, которые позволяют защитить вашу организацию от потенциальных угроз. Обратите внимание, здесь есть такие функции, как Advanced Bot Protection, о которых я уже сегодня упоминал, Account Takeover и, безусловно, Cloud Data Security. Я хотел бы занять последние буквально 3-4 минуты для того, чтобы обратить ваше внимание на то, как может выглядеть Cloud Data Security. Это решение может быть интересно всем вам, кто уже использует облако, использует инфраструктуру такую, например, как AWS и для того, чтобы понимать, какие данные хранятся уже в тех средах и в тех системах, которые вы развертываете в AWS, для этого как раз можно воспользоваться Cloud Data Security. Обратите внимание, что сразу же после интеграции с моей подпиской AWS происходит так называемый Discovery. То есть мы определили 117 баз данных. Из этих 117 баз данных на сегодняшний день 16 из них уже мониторятся. То есть к 16 базам данных мы определили, что там хранятся личные данные, там хранится важная информация и мы хотим, чтобы все обращения к этим базам были соответствующим образом контролированы. То есть чтобы можно было производить аудиторию. вся информация доступна на экране. Обратите внимание, есть информация о количестве событий. Количество событий у нас достигает практически 10 тысяч. И есть информация о инцидентах. Бывают такие отрезки времени, когда этих инцидентов даже несколько наблюдается. По такому же принципу, для того, чтобы облегчать работу, для того, чтобы экономить время, для того, чтобы даже один человек, который этим занимается, может быть даже частично, кроме этого у него куча других обязательств, он может довольно быстро внедриться в интерфейс и обращать внимание как раз на то, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Как это называют по-английски так называемые хеликоптерские. То есть в первую очередь обращаем внимание на наиболее важные события. У нас здесь есть 481 важный инцидент. Загружаем и смотрим, что происходит. И здесь у нас как раз отображаются все эти инциденты, которые связаны с доступом к тем средам, тем базам, которые у нас крутятся в AWS и доступ к которым мы непосредственно мониторим. Обратите внимание, кто-то уже пробовал подключиться, пробовал подключиться довольно-таки большое количество раз. Вот этих событий на самом деле здесь довольно-таки много. Новый, например, пользователь был создан. То есть вся эта информация собирается, вся эта информация хранится, вся эта информация может быть использована для аудита доступа, если это является необходимым. в менее важных инцидентах мы видим также информацию о новых действиях пользователей, новых пользователей, которые созданы на уровне базовой. Вся эта информация под рукой, вся эта информация доступна и безусловно это позволяет получить намного большее понимание того, какая информация у нас уже развернута в облаке и каким образом эта информация обрабатывается. Это было бы все в таком коротком времени, которое было отведено для моей презентации. Поскольку у меня времени чуть-чуть больше, я хотел показать вам буквально последний слайд, который я для вас приготовил на сегодняшний день. Мы говорили о том, что Impervo позволяет контролировать не только доступ к данным, но также защищать популярные интерфейсы к данным, таким как веб-приложения, микросервисы, защищать перед внешними угрозами, такими как, например, атаки denial of service и так далее. Обратите внимание, что если мы эти все элементы соединим в цепочку, то такая цепочка позволит нам получить полную информацию о том, что интерактивный пользователь, человек, не робот, не бот, получил доступ из мобильного приложения, может быть, со своего таблетка, смартфона, с определенного айтишника, который получается, что выходит из Тора и запустил, а, подключился к приложению с помощью пользователя Джо запустил у нас селекта, этот селект выдал 10 миллионов рекордов, а в этих рекордах была информация так называемая PCI регуляция, PCI это сокращение от payment card industry, все те, кто является представителем финансового сектора, наверняка вам это сокращение очень хорошо знакомо, и эта цепочка как раз и позволяет нам отследить все действия пользователя от самого начала, каким образом он получил доступ, к чему он получил доступ, и с чем этот пользователь можно сказать вышел, и какой информации он получил. И это является как раз особенностью решения Impervo, и того, что я называю, где 1 плюс 1 это немножко больше, чем 2. В данном случае у нас конечно не 2, а тут даже больше решений, но здесь как раз представлено то, что решения, когда они работают вместе, когда они интегрированы, они могут нам предоставлять полную картину, а не только небольшие маленькие пазлы, которые нам необходимо дополнительно уложить, чтобы эту картину из пазлов получить. и это все, что я приготовил на сегодняшний день. Если у вас есть какие-то вопросы, я сейчас постараюсь на них ответить в окне чат. Перед тем, как я перейду к этим вопросам, я сразу же могу всем сказать, что вы можете меня и моих коллег найти на стенде номер 6, стенде Impervo, если я вас заинтересовал, если вы хотели бы узнать больше, получить больше информации о решении Impervo в области Data Security или Application Security, приходите, заходите к нам в чат, обращайтесь, мы с удовольствием будем вам помочь. Если есть какие-то дополнительные вопросы, можете включить свой микрофон и задать, если нам, конечно, организатор дадет еще несколько минут для общения. Коллеги, я предлагаю задавать вопросы, как обычно, в блоке вопросы и ответы. Я пока там вопросов не вижу, возможно, они еще появятся. Александр, большое вам спасибо за интересный доклад. Коллеги. Всего доброго, удачи, удачного дня. В всей видимости, да, спасибо вам огромное на связи. Коллеги, если вопросов нет, я запускаю наш опросник. удачного дня. Спасибо. Продолжение следует...